Приветствую всех на нашем канале! В сегодняшнем видео расскажу о последних новостях, которые происходят сейчас в Чехии. Новость будет касаться в основном тех иностранцев, которые остались сейчас в Чехии и работают до 16 июля. Так вот, правительство Чехии в связи с эпидемиологической ситуацией в нашей стране, в Украине, и не только решило продлить нахождение иностранцев в своей стране, в Чешской Республике, уже есть новость на сайте Влада ЦЗ, видите сейчас у вас на экране. Правительство с 17 июля 2020 года с 00.00 до 16 сентября 2020 года обеспечит, чтобы те иностранцы, которые сейчас находятся с просроченными визами, могли остаться здесь и продолжить свое нахождение и работу в Чешской Республике. Условия, конечно, есть, ребят, не все сюда подпадают, сейчас все это полностью разберем. Значит, основное условие, это работодатель соглашается с иностранцем продлить основные трудовые отношения или заключает новые трудовые отношения с тем, чтобы они продолжились в течение срока действия этой меры. Периода действия разрешения на работу в соответствии с законом. То есть те иностранцы, которые находились в Чешской Республике в период 12 марта 2020 года по 16 июля 2020 года на основании краткосрочной визы для работы или сезонных целей, визы на пребывание более 90 дней для сезонных целей или на основании чрезвычайной рабочей визы, могут оставаться в Чехии и работать до 16 сентября 2020 года. То есть это тот период, в который можете оставаться и продолжать работать. Основное условие, это нужно заключить новый договор, либо продлить ваши трудовые отношения с вашим работодателем. То есть тогда можете оставаться еще работать до этого периода. И 16 сентября это крайний срок, когда нужно выехать из страны. Эту же информацию продублировало и посольство Украины в Чехии. Сейчас вам покажу эту информацию. Уже есть эта информация на сайте, ответы на самые популярные вопросы. И здесь как раз есть такой вопрос, чи можу я залишиться в Чехии, если у меня закинчився термин и визы, або перебывание в рамках безвизового режима. Новость, в принципе, была еще до 16 июля 2020 года. Но здесь уже есть изменения, увага-змена, соответственно, до решения чехского уряда, иноземцы, которые в период с 12 березня до 16 липня 2020 года перебывали на территории Чехии на основе короткостроковой рабочей або короткостроковой сезонной визы, долгостроковой визы для сезонных работников або надзвичайной рабочей визы на понад 90 дней, выдаясь для работы в изначенных галузях, мают возможность продолжить трудовые отношения с работодавцем до 16 вересня 2020 года. Увага! Эта информация относится только граждан термин и визы, который закинчився в период с 12 березня до 16 липня 2020 года, и который в этот период перебывал на территории Чехии. Обязковой умов, при этом, есть продолжение старого, или укладывание нового трудового договора с работодавцем на период до 16 вересня. Такий трудовый договор не нужно ни где реализовывать. В разе выполнения этой требований, иноземный гражданин может остаться и працать на территории Чехии до 16 вересня 2020 года. Трудовой договор этот сохраните, потому что, когда будете пересекать границу, могут попросить этот договор, потому что это будет основанием того, что вы оставались в Чехии на легальных условиях. Эта возможность не распространяется на иноземных граждан, и перебывают в Чехии в рамках безвизового режима. Здесь, ребят, важно, почему? Потому что безвиз полностью должен весь выехать до 16 июля. На основе виз инших краин Европейского Союза, польских, угорских, то есть все визы, кроме чешских, должны покинуть Чехию. Это очень важно, чтобы потом не спрашивали, можно остаться, нельзя остаться. Остаетесь на свой страх и риск. То есть, если вас потом после этой даты поймают, там могут быть большие штрафы, большие депортации, поэтому тут уже решать вам только. Також, но ты, кто не продолжит трудовую відносность заработодаться на период 16 липня по 16 вересня. Еще раз повторяюсь, условие – это трудовой договор. Важно его продлить и важно его иметь у себя. Если не продлили, нет договора, тоже можете попасть под санкции. Такие громадяны мают заложить на территорию Чехии до 16 липня 20-го. То есть, все рассказано, расписано полностью от Ада Ян. Ссылочку я вам оставлю под видео, как всегда. Можете посмотреть это все, почитать сами. Можете полистать эту ссылку, посмотреть еще какие-то вопросы обязательно. Ну и еще одна новость, которую я хотел с вами поделиться. Это то, что границы ЕС останутся закрытыми для украинцев после 1 июля. Это новость, на самом деле, информационная, потому что все меняется очень быстро. И все зависит от того, в какой ситуации находится сейчас Украина и не только любые другие страны. Так вот, ребят, что здесь основное сказано? Почему могут не открыть границы с 1 июля для Украины и других стран? С последним увеличением количества новых заражений коронавирусом Украина вышла за рамки, которые может установить Еврокомиссия для государства, откуда будут пускать туристов в Шенгенскую зону. То есть, что это касается в основном без виза, туристические цели. То есть, для того, чтобы вы могли приехать по биометрии, там, якобы, понятно, что не работать, а путешествовать в основном. Так вот, все вы знаете, что есть табличка поделена на красные и зеленые зоны. Украина была в зеленой зоне. Сейчас она уже чуть опустилась, потому что количество зараженных больше идет. И, соответственно, она уже в красной зоне. Сейчас это разберем. Так вот, значит, как рассчитывается этот проект? По этому проекту, который окончательно еще не согласован, то есть, это еще под вопросом, но по данным New York Times рассматривается как основной рабочий, главным критерием оценки открытия границ ЕС для жителей той или иной страны станет количество новых заражений в стране за последние 14 дней по отношению к ее населению. По данным издания, дебаты в ЕС преимущественно находятся в том, пускать ли в ЕС жители тех стран, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 тысяч населения или менее 20 новых заражений. То есть, этот вопрос пока открытый, где не решает 16. Это у нас, почему взяли такие цифры, 16 это средний показатель в странах ЕС, показатель в 20 позволит пускать больше иностранцев. То есть, они еще не решили, все это решается. Новые правила должны заработать с 1 июля. То есть, это для вас информационная такая новость, чтобы вы знали, из чего они принимают решения. Так вот, до того, как действует бланковый запрет на несущественные поездки для иностранцев, включая граждан Украины. Между тем, Украина не может рассчитывать ни на один из этих вариантов. Почему? Потому что, по статистикам издрава, на 24 июня за последние 14 дней выявлено 10 723 новых больных. То есть, по оценке ГАЗ-стата, именно эти официальные данные наверняка будут использовать ЕС. В Украине 41,8 миллиона населения. Это значит, что показатель инцидентности Украины за 14 дней составляет 25-65 случаев на 100 тысяч, что превышает оба установленных ЕС-критерия. К тому же, показатель продолжает расти за дня в день. Так что, такая вот ситуация. Нужно ниже показатель этот держать, и тогда вопросов не будет. Ну и можно перейти вот к этой таблице. Это информация на 22 июня 2020 года. Как видите, Украина уже выпала из зеленой зоны. То есть, была уже в красной зоне. Чехия находится у нас в зеленой зоне 24,8. То есть, все, кто возвращается из Чехии домой. Сейчас, кстати, уже с 22 июня запустили наконец-то самолеты. Прага-Киев стоимость билетов от 2-500 крон чешских. То есть, вы приезжаете в Украину и уже можете не проходить никакие обсервации, карантин и все остальное. Почему? Потому что, наверное, везет зеленая зона. Так что, такая вот, ребята, информация, такая вот ситуация. Ну, у меня остается, конечно, только ждать. Новости, в принципе, неплохие. Некоторые новости не очень, конечно, хорошие. Неизвестно, когда все это тоже возобновится полностью. Откроются все границы, чтобы могли спокойно все выезжать. Все вас понимают прекрасно. Потому что есть желание работать, здесь есть желание зарабатывать деньги. Вот, а не сидеть просто сложа руки. Поэтому, ребят, ну ничего, будем надеяться, что все скоро закончится. Вот, и все будет реально у нас хорошо. На этом буду заканчивать. Кто не подписался, еще подписываемся, ставим лайки, комментируем. Есть что комментировать. Поэтому продолжаем общение под видео в комментариях. Ну, а я на этом буду заканчивать. Всем удачи, всем до новых встреч. Пока-пока.